Продолжение следует... Цель сегодняшнего нашего заседания – обсудить всем вместе эту интересную тему с тем, чтобы, в общем-то, разрешить для себя какие-то определенные вопросы по тактике ведения пациентов, потому что необходимо анализировать при эндоскопическом осмотре, как гастроэнтерологи должны наблюдать пациентов. И первый доклад Малихова Ольга Александровна «Нейроэндокринные опухоли желудочно-кишечного тракта. Эндоскопическая диагностика. Дифференциальная диагностика». Пожалуйста, Ольга Александровна. Доброе утро, уважаемые соприседатели, уважаемые коллеги. Мы сегодня поговорим о эндоскопической диагностике, дифференциальной диагностике нейроэндокринных опухолей. Нейроэндокринные опухоли... Нейроэндокринные опухоли являются не столь распространёнными, это где-то 0,3 случаи на 100 тысяч населения. Небольшой имеется прирост ежегодный в увеличении заболеваемости этих опухолей. Они развиваются из энтерохромофинных клеток, эти опухоли гормонозависимы, и поэтому очень важно их дифференцировать, чем раньше, тем лучше. По морфологической классификации, это МКБ-10, ВОЗовская классификация 2010 года, они делятся на нейроэндокринные опухоли, видно нейроэндокринные опухоли G1 и G2, это дифференцировка опухоли от количества метозов и количества КИ-67 при иммунгистохимическом анализе. Нейроэндокринные карциномы, смешанные нейроэндокринные карциномы и гастреномы нейроэндокринной опухоли из хромофиноподобных клеток. Вот то, что я говорила, градации злокачественности, это очень важно. Если G1 мы все удаляем эндоскопически, и рецидивов и метастазирований нет, это тогда являются менее инвазивными, они всегда располагаются в слизистом максимум подслизистом слое, и количество метозов считается в поле зрения меньше 2, и индос КИ-67 меньше 3%. G2 это опухоли, которые уже более агрессивны, но количество метозов не достигает 10, от 2 до 10, и КИ-67 до 25%. И нейроэндокринные раки не самые инвазивные, самые быстро распространяющиеся, местно распространенные обычно в основном эти опухоли, мы их сложно дифференцируем просто с раками, мы видим это как язвенно-инфильтративные массивные поражения, и, безусловно, коэффициент злокачественности у них очень высокий, это количество метозов уже больше 20, в основном это 100-150 количество метозов, и индекс КИ-67 больше 30% всегда у этих опухолей. Так как в 90% случаях это высокодифференцированные опухоли, они развиваются, как я уже отметила, из энтерохромофин подобных клеток, они секретируют гистамин, они секретируют и по количеству уровней гистамина, серотонина, 5-эндолуксной кислоты в моче, мы всегда видим развитие карсиноидного синдрома, либо его отсутствие, но гистамин всегда резко повышается, и когда пациент даже после удаления этих опухолей эндоскопически идет на динамический контроль, то именно гистамин является первым фактором прогноза для этих опухолей. Если мы видим, что гистамин начинает быть около 1000 и больше, то на фоне хронического воспаления, скорее всего, мультицентричный рост развивается из этих клеток, и поэтому надо более внимательно, тщательнее к этим пациентам подходить именно эндоскопически. Вот как выглядит первый тип нейроэндокринных опухолей. Они очень маленькие, они в основном множественные, это плоско возвышающиеся образования с такими разветвленными сосудами. Это говорит о том, что так как гистамин, он повышает, расширяет сосуды, и вот эти вот такие паучки на поверхности мы всегда видим. Эти опухоли обычно дифференцируют с какими-либо хроническими эрозиями или какими-либо полиповидными образованиями, зачастую к нам эти пациенты приходят после полипоктомии, в которой уже где-то что-то сделано по месту жительства, и в онкологический центр они уже приходят с диагнозом состояния после эндоскопического лечения, гистологический диагноз нейроэндокринная опухоль. И практически всегда надо отметить, что они имеют тенденцию мультицентричного роста, и если 2-3 удалили, то обязательно в течение 3 месяцев, и либо сразу не замечают мелкие образования, также имеются множественные очаги до 20 очагов. Мы с хирургами уже провели исследование, у нас вышла кандидатская диссертация, и 5-летняя выживаемость у этих пациентов 97%, и никаких проблем с этими опухолями нет, они не метастазируют, у них реже бывает карциноидный синдром, и поэтому эти опухоли, G1, первый тип нейроэндокринных опухолей, мы удаляем эндоскопически. Вот второй тип, они сочетаются с заболеванием Золенгера и Эллисона, встречаются практически намного реже, в 6% случаях, и также выглядят, но они более инфильтративным ростом обладают, чаще имеют злокачественные проникновения в подслизистый слой. Третий тип, это инфильтративно-язвенный, как ограниченный рак выглядит, дифференциации очень сложные, при узкоспектральном осмотре есть специфическая сеть микрососудов, которые также опять на гистамины и серотонины расширяются, и очень четко их визуализируются, и поэтому мы можем дифференцированно к этому подходить и думать, что это есть. А вот то, что я говорила, нейроэндокринные карциномы, это то, что мы никогда не сможем с вами эндоскопически отличить от просто язвенной инфильтративной формы рака, и поэтому, безусловно, эти опухоли мы просто биопсируем, и наши гистологи нам выставляют диагноз, потому что системные заболевания нейроэндокринных карциномы отличаются от течения адъевантной химиотерапии после удаления хирургического опухоли. Вот как проявляется клиническая картина нейроэндокринных опухолей. Это типичный карциноидный синдром, это расширение, как бабочка на лице, такая гиперемия, это очень выраженная потливость во время сна, особенно так, что пациенты жалуются, такая нервная лоббильность, и пациенты эти всегда возбужденные, и жалуются на то, что они меняют несколько раз постельное белье во время сна, гипертензия, одышка у этих пациентов встречается. Атипичный карциноидный синдром в виде головных болей или слезотечения или резко выраженного индуративного отека кожи встречается реже. Но если это есть, то это тоже одно из проявлений карциноидного синдрома. Вот как выглядит то, что я говорила. Либо это классический вариант красной бабочки на лице, также с разветвленными микрососудами, либо это и шея, и верхний плечевой пояс, либо это только такие красные-красные щеки, выраженная потливость и очень-очень нервное возбуждение у таких пациентов. Они не могут сидеть в очереди, они чем-то постоянно недовольны, к ним надо определённо иметь подход и понимать, что это, может быть, даже не черта их характера, а просто, к сожалению, проявление такой болезненности. Диагностировать нейроэндокринную опухоль желудка, безусловно, из ведущих методов от эндоскопической, обязательно делается либо КТ, либо МРТ с контрастированием, но они не обладают высокой чувствительностью, потому что опухоли нейроэндокринной желудка, они всегда мелкие и мало накапливают эти препараты, контрастные просто. Но зато есть КТ с актриотидом, который определяет опухоли свыше одного уже сантиметра в диаметре и очень хорошо помогает нам это исследование. Также ПЭТ, ПЭТ с смеченной глюкозой, также выявляет мелкие образования и накапливающий контраст. Гистологическое исследование мы обязательно смотрим, так как для продуцирующих опухолей, мы смотрим то, что я уже и говорила, количество метозов, количество КИ-67 в опухоли. Затем мы также смотрим гормональную активность опухоли. И здесь синаптосифизин и эпителеидно-мембранный фактор, антиген очень нам помогает в диагностике. Биохимические маркеры – это как раз то, что я говорила. Хромогранин А, серотонин, гистамин и 5-эндолуксусная кислота в моче, в суточные собирается за сутки и смотрится экспрессия, что говорит о наличии проявлений карциноидного синдрома. Также смотрится еще гастрин, это менее специфичный, но все равно смотрится гастрин и вазоактивный интерстинальный пептид, который также может встречаться при наличии гастрином, который также относится к нейроэндокринным образованиям. Вот классификация эндоскопическая. Это такие плосковозвышающиеся образования, либо полиповидные формы роста, либо инфильтративные формы роста, которые представлены вам на слайде. И в основном к диагнозу нейроэндокринных опухолей это то, что очень специфично то, что они имеют именно мультицентричный рост. В разных отделах желудка мы можем находить не только одну опухоль, а множественные очаги. Могут быть смешанного такого разряда и бляшковидные, и полиповидные, и плосковозвышающиеся формы. Вот показан алгоритм комплексной эндоскопической диагностики. Мы смотрим минимальные изменения слизистой оболочки, осматриваем все в узком спектре света на наличие всех этих патологических сосудов и обязательно берем материал на гистологическое исследование. Первый тип нейроэндокринных образований, которые мелкие миллиардные высыпания с расширенными микрососудами, мы иногда делаем лечебно-диагностическую биопсию, то, что резекцией слизистой зовется, для того, чтобы избежать биопсии просто. Потому что если мы берем биопсию, то возникает местное локальное воспаление, и затем мы эти участки... Да, мы подтверждаем, что это карциноид. Да, нам гистологи все четко говорят, и цитологи, и гистологи. Но потом мы, эндоскописты, не можем найти это место, потому что оно маленькое, оно от 2 до 5 мм в диаметре. Поэтому если мелкие образования, мы просто фиксируем, делаем видеозапись, фиксируем, где эти образования находятся, и уже делаем резекцию и отсылаем на гистологическое исследование. Но если это инфильтративные, инфильтративные язвенные формы, безусловно, мы всегда предварительно берем биопсию. Либо если это множественные, то мы в одном случае берем биопсию, а все остальные не трогаем, просто говорим о том, что это мультицентричный рост. Делаем эндозии и выполняем резекцию либо диссекцию. Если говорить о дифференциальной диагностике, то мы всегда... Вот эти небольшие миллиардные высыпания, они на фоне идут гиперплазии слизистой. Зачастую пишутся очаговая гиперплазия слизистой, берется биопсия, подтверждается нейроэндокринное образование, либо очагово-гиперпластический гастрит, берется биопсия, также выявляются нейроэндокринные опухоли. Зачастую иногда путают, так как вот разветвленные сосуды, особенно на воспалительном, измененном слизистой оболочке желудка, с ангиодисплазиями. Ну, безусловно, меньше миллиардные высыпания мы не дифференцируем с ранними раками или какими-либо преферативными заболеваниями. А вот инфильтративные, инфильтративные язвенные, да, они очень смахивают, потому что при раке, вы видели, мы не можем дифференцировать, если это массивная злокачественная опухоль. А вот с лимфомами мы иногда даже путаем бляшковидное образование, так как у лимфом тоже имеется мультицентричность поражения. И если вот эти вот разветвленные сосуды и такая более плотная структура образования, и по эндосонографии есть дифференциально-диагностические критерии, если при лимфомах всегда практически утолчено с подслизистый слой, то при карциноидных образованиях, даже если есть инвазия в подслизистый слой, все это локально, потому что это всего лишь из разных отделов энтерохромофиноподобных клеток развивается, а лимфом – системные заболевания, и поэтому подслизистый слой распространяется по лимфатическим путям. Тем самым является эндосонография очень хорошим дифференциально-диагностическим способом. Безусловно, иногда описывается просто аденоматозное разрастание на слизистой оболочке желудка как при таких латерально распространяющихся образованиях. Узловые формы часто путают с мезонахимальными опухолями, с гистоопухолями желудка, и эндосонография с функционной биопсией нам позволяет дифференцировать это. Вот еще представлен слайд диагностической тактики, то, что мы, когда все это находим, то, что я уже это говорила, не буду заострять на этом внимание, что мы делаем в плане диагностики алгоритма, когда пациент приходит в онкологический центр с направительным диагнозом нейроэндокринной опухоли, либо в процессе диагностики мы ее выявляем. Особенности подхода. Это достаточно редкие опухоли, и поэтому такого рассматривается как часть гастрин, продуцирующих опухоли, и тактика лечения у них системная. Мы всегда дается, даже если нет карциноидного синдрома, после эндоскопической резекции в течение года дается саматстатин, есть форма выпуска его с ДЭПО, когда вводится и на 3-6 месяцев инъекции, есть ежедневные инъекции актриотида, чтобы снизить фон и продукцию серотонина и гастрина. Поэтому обязательно не только эндоскопический подход должен быть, он должен быть системным подходом. Мы с хирургами договорились и провели исследование, и то, что доказали, что с G1 мы можем не в зависимости от количества очагов удалять от эндоскопической и добавлять системную терапию. При G2 мы дифференцированно подходим, если, возможно, мы их удаляем, если это достаточно уже глубокое поражение, если мы видим увеличение парагастральных лимфатических узлов, то, безусловно, мы останавливаемся и занимаемся этой хирургией и, опять же, системной терапией. И, безусловно, при инвазивных и местораспространенных опухолях проводится массивная химиотерапия. Вот критериями отбора на эндоскопическое лечение здесь показано то, что я и говорила. G1, G2, и то G2 под вопросом. Размеры опухолей должны быть не более 1 см, потому что если... Ну вот при G1 у нас встречались более 1 см, тоже никаких проблем не возникло. Вот при G2 более 1 см, до 40% метастазы в региональном липоколлекторе, и поэтому, безусловно, такие опухоли брать на эндоскопическое лечение невозможно. Мультицентричность поражения и глубина инвазии должна быть ограничена слизистой оболочкой с инвазией, начальной инвазией подслизистого слоя. Причем глубина инвазии четко коррелирует с метастазированием, особенно при опухолях G2. Ну и является стандартной эндоскопической резекцией либо эндоскопической резекцией с диссекцией подслизистого слоя этих опухолей. И когда выполняется, вот показан мониторинг больных, значит, когда мы выполнили, провели системную терапию, в течение первого года пациент ходит к нам в течение каждые три месяца на эндоскопическое исследование с эндозией, с прицельной биопсией, и потом раз в полгода, и затем раз в год, и через пять лет он снимается с диспансерного учета, считая, что пациент излечен. Хирургическое лечение, безусловно, есть, а показания к нему уже являются, если больше, чем одна треть подслизистого слоя поражено, количество очагов, чем при... ну, больше десяти-пятнадцати, да, если их невозможно все убрать, то и наличие карциноидного синдрома говорит о том, что пациенту больше показана хирургическая тактика. Выполняется гастроктомия в объеме лимфодисекции Д2, либо проксимальная, либо дистальная резекция, если есть такая возможность у хирургов выполнить, ну, обязательно, безусловно, с лимфодисекцией. И системной терапией вот показано на данном слайде, то, что я уже немного рассказала. Если будет интерес, я на этом остановлюсь. Благодарю за внимание. Спасибо, Ольга Александровна. Практически доклад охватил все вопросы, касающиеся и тактики лечения, и диагностики. Ну, наверное, тем интереснее будет услышать мнение наших коллег, следующих докладчиков. А сейчас вопросы к Ольге Александровне. Да, Виктор Викторович. Да, пожалуйста, конечно. Я вот два вопроса. Спасибо. Вы поддержите? Хорошо. Первое. Там вот в хирургическом лечении в одной клетчке ГПДР промелькнуло. Это зачем? ГПДР делает... При желудке. Нет. Если имеется нейроэндокринные карциномы, они иногда инвазируют, они местно распространенные, разрастаются и в поджелудочную железу, и тогда делается... Тип у вас стоял и клетчика была во втором типе, и стоял ГПДР. Если там инвазия в поджелудочную железу, какой же второй тип? Виктор Викторович, я дополню разрешение Ольги Александровны. Здесь, видимо, имелось в виду нейроэндокринопухоли желудка второго типа, сопутствует синдрому Золингера или Сона. Если в головке поджелудочной железы выявляется гастронома, то в составе комплексного лечения... Еще поражена железа, понятно. Это лечение гастрономы, а не опухоли желудка. Второй вопрос, если позвольте, прекрасный доклад. А вот собственные результаты-то есть какие-то у вас? Да, у нас собственные результаты есть. Мы проводили исследование, удаляя эндоскопические G1, я, как вы сказала, уже пятилетним... Там все хорошо. Там все хорошо. При G2 у нас 15% рецидивов выявлены. Это после эндоскопического или хирургического? После эндоскопического. После эндоскопического. 15%. 15%. И достаточно большой процент, 10% прогрессирования после эндоскопического лечения рецидива нет, местного, но есть развитие карциноидного синдрома. Значит, мы неправильно оценили распространенность опухолей и ее гормональную активность. И тем самым после этого проходила более серьезную системную терапию и выполнялось хирургическое лечение вслед за нами. То есть при рецидивах у вас терапия и потом хирургия, да? И потом одевантная химиотерапия, я так понимаю, да? Безусловно, да. А вот при хирургическом лечении у вас неодевант делается или нет? Неодевант. Нео. Неодевант делается при раке желудка, при нейроэндокринных пока не делается. Не делается. Понятно. А одевант делается? Да. Спасибо. Да, пожалуйста. Да, для протокола. Циверкун, моя фамилия, Виктор Викторович меня зовут. Вот, МКНЦ. Александр Александровна, вот продолжение предыдущего вопроса. А что он называется рецидивом? Это новое образование именно в рубце? Нет, я говорю вот про рецидивы, это то, что в рубце. Новый, это мультицентричный или первичная множественность, которую мы сначала не определили, да? То это мы пишем просто прогрессирование заболевания, а рецидивом именно в рубце. При G2 именно в рубце начинали рецидивы. Достаточно много. И вот такой, ну как, ремарка, вопрос, что ли. Ведь при нейроэндокринной опухоли мы не можем по биопсии, вот морфологи, может, меня поправить, может, я не прав, что по биопсии мы не можем говорить это G1, G2, уверенно. Ведь морфология опухоли оценивается нейроэндокринной, только когда она вся удалена. Ведь вот эти ходспот, то есть есть такие, точки повышенной активности, когда мы оценим именно при полном ее удалении. Получается, вот как критерий эндоскопической тактики, там G1 можно удалять, G2 там можно, нельзя, там можно посомневаться, да. Но получается, мы по гистологии до, мы не можем уверенно говорить, что это G1 или нет. Ну, меня, конечно, поправят, мои коллеги, но у нас делается иммуногистохимия даже на биопсийном материале, и все равно G1, G2 мы выставляем до операции. Достаточно биопсийного материала, то можно, и если в биопсийном материале не 50 клеток, то мы можем определить ход спота, если есть достаточно валидный блок, можно сделать достойную иммуногистохимию. То есть, в общем-то, вы считаете, что гистологии достаточно для того, чтобы уверенно определять степень дифференцировки активности опухоли? В пределах двух-трех процентов КИИ-67, пожалуй, что да. И последний вопрос. Кому на этапе до лечения вы назначите ПЭТ-КТ, вот ДОТА-НОК, ДОТА-ТЭЙТ? ПЭТ-КТ мы назначаем, когда пациент приходит с наличием карциноидного синдрома, но без первично выявленного очага. Вот тогда мы назначаем ПЭТ-КТ с актериотидом, либо КТ с актериотидом. Карциноидный синдром должен быть? Абсолютно. Спасибо. А можно я вопрос задам? Да, конечно. Спасибо большое. У меня два вопроса. Первый. Вы говорили о том, что у вас защищена диссертация, где постулируется такое утверждение, что 97% выживаемость у пациентов нейроэндокринной опухоли G1 в течение 5 лет. А вот эти вот 3%, это смерть в результате прогрессирования или смерть от других причин? Смерть от других причин. Прогрессирования у этих пациентов не было ни у одного. Спасибо большое. И второй вопрос по системному подходу как раз. Участвуют ли в наблюдении пациентов, больных нейроэндокринными опухолями желудка, гастроэнтеролог у вас в центре? Проводите ли вы пашметрию, исследование? Нет. А вот антител? Нет. Спасибо. Этим не занимаетесь. А вы, можно еще прием? Вы, я правильно, потому что вы всем проводите системную терапию? Да. то есть независимо от того, G1, один это очаг, множественный, всегда. Да, в течение. А есть при этом какие-то данные свои, либо ощущения от количества прогрессирования по желудку, они же, как правило, множественные на образовании, то есть карциноиды первого типа, так называемые, они, как правило, множественные и возникают вновь. Есть ощущение, что на фоне системной терапии они не появляются? Не могу такие как бы четко данные мы не считали провести, но я могу сказать, что те пациенты, которые точно не получают, у них всегда мультицентричность и последовательность этого поражения постоянно подсыпают. Ну, вот в моей практике мне кажется больше, но я не могу говорить о том, что мы не считали и такого центрового исследования еще не было. Спасибо. Коллеги, есть еще вопросы? Да, пожалуйста. Подождите, пожалуйста, Будьте добры, а вот есть такие онкомаркеры нейроспецифической янолазы и М2-пероваткиназа, как надо на них ориентироваться или нет? Ну, мы в нашем центре, они есть, действительно, безусловно, и если есть в вашем арсенале, можно на них ориентироваться, но мы этим, у нас в этом центре, в нашем центре на сегодняшний момент этих маркеров не существует, поэтому мы я рассказала о тех маркерах, на которые мы основываемся. Ну, а вообще-то, вот они дают какую-то информацию или в них не верить? Ну, любой маркер дает информацию, даже в 72-4, я сейчас боюсь, что меня не побьют за этот маркер, но вот этот 72-4, вот на моей 20-летней практике я не видела вот ровно корреляцию, у кого он повышен, есть рак, а у кого он в норме, нет рака, наоборот, когда он повышен, я не вижу рака, а у кого он совершенно в норме, распространенной формы, так же вот близительно с вашими маркерами. Спасибо. Спасибо. Еще вопросы, коллеги? Я думаю, вопросы, вопросы, Ольге Александровне Ищерпиной. И мы переходим к следующему докладу и предоставляем слово крайновой Екатерине Альбертовне специфические особенности патоморфологической диагностики нейроэндокринной организации. Пожалуйста. Уважаемые коллеги, я пытаюсь на клинических примерах показать особенности именно биопсийной диагностики этих опухолей желудка и толстой кишки. Вспомни немножко гистологию о том, что в эпителии что желудка, что толстой кишки находится значительное множество различных видов нейроэндокринных клеток с выработкой тоже множества известных и неизвестных каких-то биологически активных веществ. И, наверное, из каждого из них может вырасти какой-то опухолевый неопластический процесс. Но для того, чтобы ставить и диагностировать в рутинной повседневной практике, нам, собственно, этого не нужно, и мы этим не занимаемся. Нам нужно только установить и отличить это от других процессов, что это именно нейроэндокринный, поскольку лечить будут как нейроэндокринную опухоль. поработала с литературой и сводная таблица. Немножко сравнение. Частота именно нейроэндокринных опухолей по сравнению с другими опухолями эпителиальными в желудке где-то полпроцента получилось, в толстой кишке чуть побольше. Специальные подтипы есть в желудке, в толстой кишке не разделяют этих подтипов. по эпидемиологии в желудке это зависит от того типа, который мы все-таки нашли. В толстой кишке тоже особых данных каких-то общих обобщенных точных нет. Частая локализация в желудке тела, в толстой кишке самая частая это прямая кишка. Хотя это не исключает абсолютно никакие другие локализации. Особенности строения вообще нейроэндокринных в целом всех нейроэндокринных опухолей они есть и их не так сложно. Мы их видим это солидные трабикулярные структуры различные из различных помелочек клетки покрупнее это не имеет особого значения посветлей потемней. Самое важное что это монотонность достаточно монотонность клеток поэтому вот ход как раз горячие вот эти зоны они в принципе в биопсию попадают то есть она вся опухоль она практически одинаковая то есть нет такого что биопсия попадет менее дифференцированно останется более наоборот и наоборот то есть она в общем-то как правило если она G1 то она вся G1 или если она G3 то она вся G3 то есть по-другому как-то мы не сталкивались с этим вопросом сложности с этим нет. Карциноиды именно желудка с чем основной диагноз и мы с этим сталкиваемся где-то около одного случая в три месяца у нас бывает метастазы именно дольковой карцином молочной железы в стенку желудка это достаточно частый процесс также это эптелиоидный джист тоже надо дифференцировать толстая кишка это все-таки дифференцировка с низкой дифференцированностью солидного строения аденокарциномами не имеющие нерендокринной специфики и также лимфомы это крупноклеточная как правило лимфома эндоскопические признаки наверное это тоже не ко мне вопрос но в общем-то желтоватые участки как говорят они чуть-чуть слегка желтоватые как говорят наши эндоскописты толстая кишка это как правило уже опухоль прогноз в желудке зависит абсолютно от типа первый тип это гастрит ассоциированный это ну в общем-то самый лучший прогноз подтвердите это как правило небольшие и практически не метастазирующие опухоли хотя остальные типы несмотря на то что они G1 мы видели и находили G1 карциноиды метастазы в печени и даже множество метастазов то есть тут зависит даже не от того что это G какой-то да от того каких-то других вещей которые мы может быть пока еще не знаем потенциально агрессивные опухоли в толстой кишке в целом все ну так дальше общие абсолютно общие сведения дальше субтипы первый и второй не буду на них подробно останавливаться поскольку опять повторюсь в рутине не важно но выделим первый тип он множественный как правило ассоциированный с аутоиммунным гастритом почему потому что при аутоиммунном гастрите происходит замена фундальных желез какими-то либо псевдопилорическими пилорическими типами эпители и происходит гиперплазия энтерохромофинных клеток которую собственно и надо нам отличить где же границы где это гиперплазия уже а где это где-то еще гиперплазия а где это уже карциноид здесь есть границы достаточно тоже четкие до пяти клеток когда в кучке если так можно сказать в железе если до пяти клеток формируешься железную структуру это еще гиперплазия после пяти даже шесть клеток и так далее это уже рост карциноида то есть это уже опухоль это все в биопсийном материале вот вам пример эндокриноклеточной гиперплазии мы видим группы клеток в основании желез в данном случае они более светлые розовые их много они вызывают какие-то сомнения но они не инвазируют они не формируют больших крупных комплексов при окраске хромогранином хромогранин это стандартное обычно одно-две окрашивания хромогранин синаптофизин CD56 либо вариации это вполне достаточно чтобы подтвердить эту опухоль любую нейроэндокринную опухоль любых вариантов то есть наша биопсийная задача биопсийная диагностика мы проводим с учетом клинических эндоскопических данных G1 определяем то что уже я повторяться не буду пока на данный момент распределение между высоко и низко это все-таки метозы считаем либо на обычной рутинном гемотоксилиноазине что в общем-то достаточно возможно считать или проводим экспрессию КИ67 индекс пролиферации иммуногистохимическим методом и также подсчитываем это в определенном количестве клеток тоже возможно ТНМ-8 в ТНМ-8 карциноидные опухоли атипичные карциноиды для них отдельная классификационная система там Т1 Т2 Т3 тоже не буду сдаться для АТЖ3 нейроэндокринные опухоли градируются в соответствии с карциномами с любыми остальными карциномами любой другой локализации следующий ну это пример Нео-Г1 просто классический пример это случайно взятие при биопсии материала к сожалению у меня не было здесь не получилось у меня эндофото найти но просто здесь как демонстрация типа опухолевых клеток справа особенно видите и окрашивание позитивное вот именно в собственной пластинке слизистой хромогранина яркая выраженная и в той зоне где эндокринные клетки КИ-67 практически отсутствуют по периферии справа внизу это иммуногистохимическое исследование на индекс пролиферации то есть практически отсутствует даже меньше чем в окружающей слизистой толстой кишке следующий случай интересный случай это пациентка у которой аутоиммунный по всей видимости гастрит наверное Сергей Владимирович о ней сегодня говорил у которой три три полипа и один из них был вот такой да но при биопсии был взят поверхностная часть этого полипа то есть так надводная часть айсберг да и диагностика гистологическая была как фавиолярная гиперплазия а при все-таки этот полип удалили и вы видите что около 50% всего лишь этого полипа занимает именно нейроэндокринные клетки смотрите тип уже совсем другой но он также подтвердился что это нейроэндокринные клетки ки-67 тоже низкий то есть это G1 нейроэндокринная опухоль она была удалена полностью то есть и в красный кружочек обведена по всей видимости зона возможной биопсии то есть вы видите насколько непросто иногда порой как-то сделать какие-то выводы по поводу пациента а вот что это желудок тела что вы думаете что это такое ну просто вопрос к залу есть ли какие-то варианты что это такое одиночное образование слизистой ну какие-то версии вот это получилось как раз тот случай именно диагностики метастаза аденокарциномы молочной железы в стенку желудка первично был по моему карциноид я не могу ошибаться может быть и подозрение на лимфому поставили вот пересмотр был у нас мы заподозрили сделали иммуногистохимию эстроген позитивный ГОТА-3 это тоже очень характерно особенно для вдольковых раках ядерная экспрессия этого фактора то есть тут вообще даже нет сомнений и плюс конечно же анамнез пациентки комплексная терапия анамнезе по поводу рака молочной железы вот такие случаи бывают и еще один интересный случай присылают тоже звонят намоскописты мы говорим что-то мы там видим в области устья червеобразного отростка непонятно что берут биопсию и вот такая вот редкая редкий вариант мы видим по сути и делу мы видим персневидные клетки но персневидные клетки это персневидный рак персневидно-клеточный рак это низкодифференцированная достаточно опухоль но несколько случаев в литературе описаны так называемых бакаловидно-клеточных карциноидов это не карцинома это карциноиды это нейроэндокринные опухоли выглядящие как перстневидные клетки. Поэтому мы провели хромогранин-экспрессию, которая нам подтвердила нейроэндокрин. И поэтому нами был выставлен диагноз в больную. Больная была отдана хирургам, ее прооперировали. К сожалению, через месяц она умерла, но не от опухоли. Она умерла от спаечной, по-моему, непроходимости кишечной. Там какие-то проблемы были. Эти опухоли лечатся пока на данный момент, по-моему, как карциномы. То есть нет таких стандартов. Но они намного доброкачественнее текут, чем перстневидные клеточные раки. И практически не метастазируют. Это больше местный деструктивный вариант роста. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Екатерина Альбертовна. Коллеги, будут ли вопросы? Скажите, пожалуйста, вот G3, практически нейроэндокринный рак, да? К нему отношение такое же, как к любому другому раку? Я так услышал или нет? Как к нейроэндокринному опухолю в высокой степени злокачественности. Нет, это... Нейроэндокринный опухоль в высокой степени злокачественности. То есть это рак? Это нейроэндокринный рак. Нейроэндокринный рак. Отношение к нему такое же, как к другим видам раков или нет? Отношение в каком смысле? Ну, тактика лечения там и так далее, стратегия и так далее. Зависит от стадии. А по химии, терапии, это, наверное, не ко мне вопрос. Думаю, что несколько отличаются терапии. Вы у нас высшая инстанция. Я-то хирург, а вы морфолог. Я диагностирую. Что хирург против морфолога? Никто вообще. Я не лечу пациента. Так вот я и спрашиваю, у морфологов, если это так же, как все остальные раки или нет? Это другой какой-то, да? Это группа нейроэндокринных опухолей. Понятно. А вы участвуете в онкологическом консилииуме в том учреждении, где вы работаете? По желудочно-кишечному тракту участвуем вместе с эндоскопистами. Вместе с эндоскопистами? Ну, так там же вот эти все вопросы определяются. Я почему и спрашиваю. Отношение и тактика, и стратегия. В отношении тракта такая же или нет? Вот на ваших консилимах. Различная. Немножечко. Все. Спасибо. Еще вопросы. Индивидуальный подход. Можно я спрошу? Неклана Александровна. Вы используете для оценки индекса пролиферации маркер PH4? И какое ваше отношение? У нас всего просто нет. Нам достаточно КИС-67. Это вполне достаточно. А порой даже и без него можем обойтись. Спасибо. Всякий раз убеждаю, что как важно ходить до конференции. Буквально позавчера был пациент, у которого при гистологии из антрального отдела желудка, правда, потеряли место, откуда брали, обнаружили перстневидные клетки, но не выставляют рак. Как в желудке встречаются нейроэндокринные опухоли бакаловидного вида, который вы нам только что показали? По-моему, это крайне редко. В основном это все-таки червеобразный отросток. Это прямо преобладающее количество. То есть в желудке такого нет? Спасибо большое. Движемся дальше или еще есть вопросы? Хорошо. Тогда мы переходим к следующему докладу. Федоров Илья Юрьевич. Как наблюдать и лечить больных с нейроэндокринной опухолью? Позволите, презентарь. Большое спасибо. Глубоко уважаемые сопредседатели, уважаемые коллеги. Достаточно широкая тема, обозначена в названии доклада, но, конечно же, мы не претендуем на некий абсолют свое мнение, а в большей степени хотим представить свой опыт в сравнении, может быть, с какими-то международными рекомендациями. Итак, как наблюдать и лечить больного нейроэндокринной опухолью желудочно-кишечного тракта? Ну, нельзя не сказать о том, что первенство в открытии нейроэндокринных клеток принадлежит русскому ученому Кульчицкому, и только более чем через 10 лет была впервые описана Обердорфером нейроэндокринная опухоль, а еще через 17 лет показаны пути метастазирования нейроэндокринной опухоли. То есть термин карциноид уже в 17-м году, в 24-м году, по сути дела, теряет свой смысл, как подобный раку, потому что эта опухоль может метастазировать. В общем-то, с этого времени достаточно много стало известно о нейроэндокринной клетке. Открыты соматостатиновые рецепторы, подтипы соматостатиновых рецепторов, внутриклеточные сигнальные пути. И все это мы сейчас, конечно же, используем для лечения и воздействия на нейроэндокринные опухоли. Наиболее распространенные нейроэндокринные опухоли, несмотря на то, что нейроэндокринные клетки есть практически во всех органах и системах, встречаются в желудочно-кишечном тракте. Это феохромоцитомы и параганглиомы, нейроэндокринные опухоли легкого и карциномы из клеток Меркеля. В общем и целом, нейроэндокринные опухоли – это гетерогенная группа различных по локализации характера роста клинической симптоматики и злокачественного потенциала опухоли, происходящих из нейроэндокринных клеток, диффузно расположенных в различных органах и тканях, имеющих сходные цитологические характеристики. По данным различных регистров злокачественных заболеваний, только полпроцента среди всех злокачественных новообразований составляют нейроэндокринные опухоли. Однако, среди этого количества опухолей две трети представлены опухолями желудочно-кишечного тракта, и в большинстве случаев это локализованные формы. На слайде я попытался представить то, насколько различна распространенность их в различных популяциях, но смысл здесь таков, что это в основном зависит не от страны, а от уровня диагностики и настороженности по отношению к нейроэндокринным опухолям. Существует много организаций, как общеонкологических, так и специальных, посвященных изучению нейроэндокринных опухолей, которые формируют консенсусные позиции, рекомендации, анализируя собственный и всемирный опыт. Результат исследования одного из таких регистров, СИР, представлен на слайде, где, в общем-то, показана распространенность нейроэндокринных опухолей. По данным из регистра с 73 по 2002 год распространенность их вот такая. То есть это какой-то небольшой процент панкреатических нейроэндокринных опухолей, более распространенные опухоли тонкой кишки и менее распространенные опухоли желудка. Но не стоит забывать, что с 73 года значительно изменились классификационные и морфологические, лечебные и диагностические подходы к нейроэндокринным опухолям. В то время как, анализируя собственные результаты той когорты пациентов, которых наблюдаем мы за три года, это около 168 пациентов, в нашем случае большинство пациентов больны нейроэндокринными опухолями поджелудочной железы, и немалую часть представляют нейроэндокринные опухоли желудка. Может быть, безусловно, это связано с тем, что мы работаем в Институте гастроэнтерологии. И наибольшую, наверное, действительно диагностическую и тактическую сложность представляют нейроэндокринные опухоли желудка. Уже немало было говорено о трех типах этих опухолей, но, в общем-то, хотелось бы несколько уточнить в отношении первого и второго типов. Да, значит, действительно, первый тип — это опухоли, возникающие в исходе аутоиммунно-атрофического гастрита. Подтвердить это можно исследованием кислотопродуцирующей функции на фоне, безусловно, отмены ингибиторов протонной помпы, которые усугубляют в данном случае картину. То есть это ахлоргидрия с повышенной продукцией гастрина-17, в то время как второй тип — это гиперпластическая, гипертрофическая гастропатия в исходе синдрома Золингера-Эллисона. То есть представим себе, насколько часто встречаются гастриномы. Не часто и не при всех гастриномах встречаются нейроэндокринные опухоли желудка. Таким образом, второй тип — это действительно небольшая когорта пациентов. И наиболее злокачественный вариант — спорадическая нейроэндокринная опухоль желудка, третий тип. Иногда в другой классификации это третий и четвертый тип. Это нормогастриномический вариант нейроэндокринной опухоли, преимущественно G2 и G3, обладающий высоким метастатическим потенциалом с тактическими решениями, подобными раку желудка. На этом слайде я попытался представить роль нейроэндокринных клеток в крипте. Вот это вот самые маленькие на самом дне. Единственное, что на этом экране не работает указка. Вот те, которые не подписаны, это нейроэндокринные. И ключевой клеткой в данном случае является париэтальная клетка. То есть при атрофическом аутоиммунном гастрите париэтальные клетки отсутствуют, и нарушается обратная связь, и происходит гиперпродукция гастрина, серотонина, гистамина с гиперплазией и формированием нейроэндокринной опухоли. В то время как при нейроэндокринной опухоли второго типа, при наличии париэтальных клеток, то есть париэтальные клетки есть, но гастрин вырабатывается в другом месте, это гастрин-34, и происходит гиперстимуляция париэтальных клеток с повышением кислотопродуцирующей функции. Таким образом, высокая кислотность отражает второй тип нейроэндокринных опухолей. И в случае нейроэндокринной опухоли третьего типа не нарушается вот этот вот каскад, и, соответственно, гастрин не повышается с серотонином. Возможно, если изучить глубже ультраструктуру нейроэндокринных опухолей третьего типа, окажется, что они происходят не из G и не из ECL клеток. В соответствии с этим формируются и тактические решения в отношении первого типа, это совместное наблюдение вместе с гастроэнтерологом, попытки лечения атрофии, применение гастропротекторов, избегание применения ингибиторов протонной помпы, эндоскопическое лечение, регулярное наблюдение с удалением растущих нейроэндокринных опухолей. И действительно, как мы уже говорили, в результате прогрессирования нейроэндокринных опухолей первого типа смертность не отмечена ни в когорте пациентов онкологического центра, ни в нашей когорте, ни, в общем-то, по данным тех регистров, о которых мы знаем. В соответствии с этой классификацией, если мы диагностируем нейроэндокринный опухоль второго типа, то, конечно же, на первое место выходит диагностика гастрономы. И в этом случае, безусловно, нам поможет и ПЭТ, ГАЛИИ-68, ДОТА-ТЭЙТ, ДОТА-НОК и так далее. И в случае диагностики и лечения гастрономы с последующим или одномоментным лечением опухоли второго типа. И в случае третьего типа, конечно, здесь тактическое и хирургическое лечение, как при аналогичном злокачественном образовании желудка, то есть при раке желудка в зависимости от размеров, в зависимости от метастатического, от реализации метастатического потенциала опухоли. И единственное, действительно, что отличает тактические решения в данном случае, это тип послеоперационной химиотерапии, или биотерапии, или таргетной терапии, в зависимости от степени дифференцировки опухоли, наличия соматостатиновых рецепторов и других критериев. И несколько слов о нейроэндокринных опухолях тонкой кишки. Именно эту опухоль описал Обердорфер в 1907 году. Чаще всего они встречаются в тощей подвздошной кишке. Наиболее частая зона локализации – дистальное отдело подвздошной кишки. Нередко мультицентрический рост. Зачастую эти опухоли сопровождаются карциноидным синдромом, потому что есть большая масса опухолей, эта опухоль быстро метастазирует и быстро растет. Не случайно более 60% пациентов больных нейроэндокринной опухоли тонкой кишки имеют отдаленные метастазы к моменту установления диагноза. Градируются морфологически в соответствии с международной классификацией Всемирной организации здравоохранения 2010 года на G1, G2, G3 и смешанную аденонейроэндокринную карциному. Преимущественно это опухоли G1 и G2. Вот такого пациента мы недавно начали лечить. Он поступил с жалобами на приливы, в то время как достаточно долго наблюдался по месту жительства с гастроэнтерологической патологией. Но вот в течение полугода его беспокоили приливы, и на обследовании нас мы у него диагностировали распространенную опухоль с метастатическим поражением печени, метастатическим поражением лимфоузлов вдоль верхней брюжеечной артерии и признаками канцероматоза. В соответствии с таким течением нейроэндокринных опухолей тонкой кишки зачастую радикальное лечение затруднительно и в данном случае подходы комбинированные. Действительно максимально удаляется первичный очаг с максимально бережным отношением к тонкой кишке, к недопущению тяжелой малябсорбции и избежанием обширных резекций тонкой кишки. Учитывая, что более половины пациентов имеют отдаленные метастазы и опухоли высоко дифференцированные с наличием соматостатиновых рецепторов, то пациенты продолжают лечение аналогами соматостатина. Однако, учитывая, что противоопухолевые эффекты не очень выражены, к лечению можно добавлять таргетные препараты, в частности, Эверолимус, который показал высокую эффективность в крупном многоцентровом исследовании, именно противоопухолевое, связанную с уменьшением массы опухоли. Несколько слов о нейроэндокринных опухолях поджелудочной железы, которые составляют особенную когорту, имеют наихудший прогноз среди всех нейроэндокринных опухолей желудочно-кишечного тракта. Нередко встречаются в составе синдромов множественной эндокринной неоплазии, могут быть функционально активными, функционирующими. Как правило, это инсулиномы, реже кастреномы, реже випомы и глюкогономы. И в то же время нередко мы диагностируем их как маленькие опухоли, меньше сантиметра 6-8-9 миллиметров, и что требует достаточно трудных дифференциально-диагностических подходов, чтобы определить все-таки, что это нейроэндокринная опухоль, солидная псевдопопиллярная опухоль, аберрантная селезенка или метастаз светлоклеточного рака почки. Потому как на рентгенологических и ультразвуковых эндоскопических методах мы, можно сказать, видим их одинаково. Стоит отметить, что для нейроэндокринных опухолей существует отдельная классификация Всемирной организации здравоохранения, где это единственный нейроэндокринный опухоль, где разделяются нейроэндокринный опухоль G3 и нейроэндокринный рак G3 в связи с различными тактическими подходами к лечению. Здесь я вкратце попытался представить дифференциальный ряд нейроэндокринных опухолей поджелудочной железы, в особенности, когда это маленькое образование, меньше двух сантиметров, которое, в общем-то, по всем возможным рекомендациям можно наблюдать, если нет панкреатической гипертензии, если оно не растет в течение какого-то времени. Безусловно, это анамнез, это эндоскопическое УЗИ, это попытка верификации цитологической, которая может дать больше информации, чем визуальные методы обследования. И в отдельных избирательных случаях точку в диагнозе может поставить позитронно-эмиссионная томография как с галием, так и с торглюкозой. И только в совокупности всех этих методов мы можем, наверное, принять решение о динамическом наблюдении пациента с небольшим образованием поджелудочной железы без очевидных признаков гормональной активности. И, в общем-то, все... Почему-то у нас сразу этот слайд запускается без анимации. В общем, здесь мы хотели представить сводные рекомендации различных ассоциаций, которые, в общем-то, поддерживают единый консенсус, что нейроэндокринные опухоли меньше 2 см, не растущие, гормонально неактивные, без признаков инвазивного роста и не вызывающие компрессию панкреатического протока, допустимы к динамическому наблюдению. При росте образования более 5 мм в год или достижении 2 см размера, а также с признаками компрессии панкреатического протока, рекомендовано хирургическое лечение. Энуклеация – допустимый метод для образований меньше 2 и 2 см с отсутствием инвазии или компрессии панкреатического протока, а также для гормонально активных образований G1. Вот, допустим, наша когорта пациентов – это 67 пациентов за 3 года, оперировано из которых 37. В 92% случаев выполнены малоинвазивные лапароскопические операции, и в 8% случаев, когда это были первично распространенные опухоли, где были необходимы комбинированные вмешательства гемегепатоктомии, резекция ободочной кишки с адреналоктомиями, массивными лимфоденоктомией. Вот эти вмешательства выполнялись открытым методом, и 92% операции лапароскопические. Среди пациентов преимущественно это пациенты с опухолью G1, в редких случаях G2 и еще реже G3. Буквально один слайд про нейроэндокринные опухоли аппендиксы, с которыми мы редко сталкиваемся, потому что все-таки, наверное, это прерогатива скоропомощных клиник, однако, в общем-то, и распространенность их небольшая. И коль скоро мы о них сегодня говорили, 80% всех образований аппендикса – это нейроэндокринные опухоли. И, в общем-то, прогноз при радикальном лечении, при отсутствии инвазии в сирозную оболочку, 100% выживаемость пятилетняя у данных пациентов. Однако при опухоли больше 2 см, при первично нерадикальном лечении в ходе экстренной аппендиктомии, при наличии метастатических лимфоузлов показано выполнение правосторонней гемиколоктомии с лимфоденоктомией, наблюдение, оценка статуса карциноидного синдрома, исследование 5-эндолуксной кислоты хромогранина А и максимальная циторедукция в случае наличия метастазов с последующей адювантной биотерапией. И очень интересно про нейроэндокринные опухоли толстой кишки. Они очень сильно отличаются нейроэндокринные опухоли ободочной кишки и прямой кишки. В то время как нейроэндокринные опухоли ободочной кишки встречаются редко, первично, чаще всего, имеют распространение в виде метастазов в лимфатических узлах и печени. Чаще всего эти пациенты имеют карциноидный синдром, с невысокой 5-летней выживаемостью для нейроэндокринных опухолей и диагностируются, когда уже есть распространение. В противовес этому нейроэндокринные опухоли прямой кишки преимущественно малого размера наиболее часто встречаются среди азиатов, по данным регистров, и среди чернокожего населения, допустим, Америки. В то время как в европейской популяции они составляют от 5 до 14%. Как правило, доброкачественные полиповидные образования прямой кишки менее сантиметра и менее двух сантиметров, не прогрессирующие, не дающие метастазов и не вызывающие карциноидный синдром. Таким образом, нейроэндокринные опухоли прямой кишки более всего подходят для эндоскопического лечения трансонального через ректоскоп или колоноскоп. А нейроэндокринные опухоли ободочной кишки тактику в отношении них необходимо формулировать как в отношении злокачественных новообразований ободочной кишки. С регулярным наблюдением после операции через 3, 6 и 12 месяцев исследованием нейроэндокринных маркеров. И коротко о значении исследования нейроэндокринных маркеров. Для чего нужно исследование 5-оксиэндолуксной кислоты? Это диагностика и лечение карциноидного синдрома, оценка эффективности лечения карциноидного синдрома. Но если мы впервые, допустим, нередко к нам на обследование приходят пациенты с диагнозом нейроэндокринной опухоли на основании того, что у пациента в поликлинике порекомендовали взять хромогранин, повышенный хромогранин или серотонин, при этом без соблюдения вот этих необходимых условий взятия, и пациент уже с мыслями о том, что он болен редким заболеванием, вызывающим карциноидный синдром, настроенный на некое радикальное лечение несуществующей опухоли. Поэтому мы призываем к тому, чтобы соблюдать условия и здравый смысл в исследовании нейроэндокринных маркеров, как 5-оксиэндолуксной кислоты. Что это по сути такое? Это продукт превращения аминокислоты в трептофан. Трептофан содержится в большом количестве продуктов питания. Его выработка серотонина повышается или понижается, если пациент принимает различные препараты. Как мы видим, это нередкие лекарства. В то же время есть циркадные ритмы и стресс на сам процесс взятия крови. В то же время, как и экспрессия хромогранина А, как мы видим, сектор нейроэндокринных опухолей на этом слайде не такой большой. И хромогранина повышается при многих состояниях и заболеваниях желудочно-кишечного тракта и не может являться определяющим в постановке диагноза нейроэндокринной опухоли без топической диагностики. Поэтому на основании одного хромогранина А затруднительно, крайне затруднительно даже предполагать наличие нейроэндокринной опухоли. Таким образом, из вышеперечисленного общие принципы диагностики и лабораторной и инструментальной диагностики таковы, что необходима, безусловно, топическая диагностика нейроэндокринной опухоли с морфологической верификацией и пониманием иммуногаситохимических характеристик и грейда опухоли. В случае наличия синдрома, обусловленного гиперпродукцией нейроэндокринных гормонов, гиперинсулинизм, гастронома, випома, карциноидный синдром, необходимо его диагностировать и подтверждать в соответствии с протоколами. Потому что, допустим, всего лишь наличие гипогликемии в анамнезе является только показанием к проведению 72-часового теста, а не верифицирующим признаком инсулиномы. В то же время, как и для гастронома, существуют свои определенные критерии для карциноидного синдрома также. Определение распространенности заболевания носит главенствующий характер в формировании глобальной онкологической тактики, так же, как и наличие определения хромогранина и продуктов или распада или самого серотонина в крови на старте лечения с тем, чтобы отслеживать его эффективность в процессе. О карциноидном синдроме уже мы сегодня говорили. Здесь стоит лишь, возможно, повторить то, что карциноидный синдром обусловлен большой массой опухоли, гиперпродукцией серотонина и манифестирует, когда опухоль, чаще всего метастатическая. Пациентов, больных карциноидным синдромом без нейроэндокринной опухоли, в Москве зарегистрировано 2. И пациенты с повышенным хромогранином приходят, на первых этапах нашей деятельности приходили ежедневно по 3-4 человека с диагнозом карциноидный синдром без опухоли. Поэтому здесь, конечно же, нужно включать дифференциальный ряд с тем, чтобы дифференцированно подходить к такому сложному и однозначному диагнозу, как карциноидный синдром. На этом слайде мы представили прогноз при различных нейроэндокринных опухолях желудочно-кишечного тракта на основе анализа реестра СИР с 1973 по 2008 год. И, как мы видим, наихудший прогноз у больных нейроэндокринными опухолями поджелудочной железы и толстой кишки, в то время как обычно первично распространенные опухоли тонкой кишки имеют неплохую выживаемость в силу того, что на них можно адекватно воздействовать лекарственным и системным лечением. Естественно, с точки зрения G наихудший прогноз у пациентов с опухолью G3, наилучший с опухолью G1. А здесь коротко такой мировоззренческий слайд на тему Грейд. Справа и слева разные пациенты у обоих нейроэндокринной опухоли G1. Локализованная опухоль в большом сосочке 12-перстной кишки и диссеминированная опухоль хвоста поджелудочной железы 8-мм с множественными белобарными метастазами печени и карциноидным синдромом. Таким образом, Грейд, безусловно, не является определяющим с точки зрения злокачественности или доброкачественности опухоли. Он является, скорее, направляющим вектором для формирования тактики в аспекте первой линии лечения больных нейроэндокринной опухоли. В заключении доклада хотелось бы сформулировать следующие выводы о том, что нейроэндокринная опухоль из желудочно-кишечного тракта – это группа редких разнородных образований с различными принципами диагностики и подходами к лечению. Наиболее специфическое клиническое проявление нейроэндокринной опухоли – это карциноидный синдром, который манифестирует при диссеминированной опухоли. Безусловно, необходим широкий спектр диагностических возможностей и мультидисциплинарная команда заинтересованных специалистов для диагностики и лечения нейроэндокринных опухолей. Грейт более определяет не степень злокачественности нейроэндокринной опухоли, а направление первой линии лечения. Выбор тактики лечения пациента и прогноз во многом зависит от локализации, распространенности, морфологического типа опухоли, а также от наличия отдаленных метастазов. Тем не менее, исходя из вышесказанного, отдельные нейроэндокринные опухоли поджелудочной железы и нейроэндокринные опухоли желудка могут быть оставлены под динамическое наблюдение с учетом всех клинических знаний о пациенте. Спасибо за внимание. Большое вам спасибо за очень подробный и прецизионный доклад. Я позволю себе сформулировать первый вопрос, как его сформулировал бы внимательно слушавший вас и начитанный пациент. Вы сказали, что при самых опасных опухолях поджелудочной железы до 2 см их можно наблюдать. При этом вы мне рекомендуете по поводу мелких опухолей желудка G1 на фоне атрофического аутоиммунного гастрита прибегать к их удалению. Зачем? Если они не дают метастазов и ни одного случая в регистре 1973 года не зарегистрировано летальных исходов. Одним словом, уже с врачебной позиции показания, как объяснять показания пациенту к удалению нейроэндокринных опухолей G1 в желудке. В желудке? В желудке. Растущие опухоли более сантиметра, потому что четко есть определенная ассоциация между размерами опухоли. Есть, допустим, нейроэндокринные опухоли желудка на фоне гипергастрономии, атрофии. Тем не менее, допустим, есть пациент, который не наблюдался, несмотря на какие-то неспецифические жалобы, и при первичной гастроскопии выявляется подследственное образование около 2 см. Наверное, здесь все-таки нужно формировать тактическое решение в пользу атипичной резекции желудка. Потому что это определенно, это не полиповидная опухоль, это растущая опухоль. Хорошо, оставим пока этот вопрос. Еще один вопрос, если позволите. Часто опухоли тонкой кишки, нейроэндокринные, расположены сегментами. Даже если их много, 18, 25, 30, они поражают определенный сегмент кишки, в то время как для нас кишка вроде бы выглядит, ну, может быть, подвздошные и тощие немножко различаются. Этому есть какое-то объяснение с точки зрения патоморфологии, патогестологии, я не знаю, патфизиологии органа? Боюсь, что у меня, наверное, так же, как и у вас, такого объяснения есть. Но есть наблюдения, которые действительно показывают сегментарное, не мультицентрическое поражение по всей кишке, а действительно, если эти опухоли множественные, они расположены цепочкой на небольшом отрезке. И последний вопрос. Частенько в практическом плане встает вопрос, обнаружили нейроэндокринные опухоли в желудке, и, понятно, знаем о тех, которые могут еще встретиться и в аппендиксе, ну, хорошо, кишку толстую посмотрим. Всегда ли нужно искать все возможные локализации, я имею в виду аппендикс, легкие, поджелудочную железу, если мы обнаружили, например, нейроэндокринные опухоли в желудке? И есть ли цифры по сочетанному поражению органов? Спасибо. Значит, по тому опыту, материалу и, в общем, по тому литературному анализу, который мы имеем за вот эти пять лет, пока этим занимаемся, все-таки в составе множественных эндокринных неоплазий, пожалуй, встречаются в основном опухоли поджелудочной железы. И когда мы встречаем опухоль поджелудочной железы, мы, безусловно, исключаем различные синдромы множественной неоплазии. В остальном эти опухоли чаще спорадические. И все-таки, как мы уже говорили, в желудке по большей части они связаны с явлениями атрофии, аутоиммунным атрофическим гастритом. То есть, по крайней мере, в перечень таких рутинных исследований при выявлении опухоли в желудке не входит обследование других потенциальных локализаций, да? Пожалуй, что нет. Но единственное, могу сказать, пока это не доказанное утверждение, но есть определенный клинический материал о том, что есть некая корреляция у пациенток, больных раком молочной железы, которых при переживании пятилетнего порога выявляются нейроэндокринные опухоли поджелудочной железы. Вот есть такие наблюдения в мире, в принципе, и, возможно, здесь тоже есть какие-то совокупные механизмы. Понятно. Вот есть такие данные. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо, коллеги. Пожалуйста, Олег Борисович. Я отчасти комментарий к первому вопросу, Евгений Дмитриевич, отчасти вопрос. Вот когда мы говорим про множественные нейроэндокринные опухоли желудка на фоне гипергастрономии, атрофии, такие типичные, самые частые пациенты, я, наверное, до 2018 года к ним так относился, ну, ерунда. Ведь ВОЗовские данные 1% летальности, 1% всего от этих образований. И почему я спрашивал у Александра, зачем всем экстратит назначать? То есть 1% умирает всего от этих опухолей. Это, причем, как бы, ну, не такой мировой практики, что всегда надо сажать на санностатин. То есть, как бы, не очень понятно целесообразно. Но в 2018 году у меня три пациента за один год молодых, вот именно соописанных мной, это первый тип карциноида, менее, то есть 5 мм максимальный размер с метастазами печени. Идут G1 все, и метастазы G1, и опухоли G1 и так далее. Конечно, это такая сложная группа в плане, что вроде, несмотря на некое доброкачественное течение, тем не менее, пациенты, часть пациентов именно протекает по онкологическому типу с метастазированием. Это действительно становится, безусловно, проблемой. Но, тем не менее, все-таки массово, в среднем, конечно, это пациенты, которые благоприятны. Ну, у меня вот вопрос, наверное, к экспертной группе. Вот откуда, я понимаю официальную позицию, то, что звучало в докладе, то есть это некие там гайдлайны, на которые ссылка идет, но ведь нервно-эндокринные опухоли, примачивая, в первую очередь, и желудок меня интересует, почему мы говорим о размерах, там, сантиметра, два. Да, понятно, размер коррелирует с метастазами, безусловно. Но метастазы-то, в основном, гематогенные. Почему их надо оперировать? Почему не локальное сечение? Почему разговор идет о удалении органа в этой ситуации? Для меня это, честно говоря, не очень понятно. Но сделайте ПЭТ-КТ там с галием, посмотрите, нет метастазов, и сделайте локальное сечение. Почему мы должны говорить, пускай это двухсантиметровая опухоль, но удаление, тем более, прямой кишки, достаточно калечащей операции? Ну вот, это такая, для меня, не бесспорная совершенно позиция, которая, все-таки, та же прямая кишка, мы видели, вот сейчас была показана статистика того же СИРС, о том, что наиболее благоприятна именно прямая кишка. Но, тем не менее, сантиметр, все, что больше, рекомендовано резекция органа. По крайней мере, в инсессиеновских гадлайнах, я говорю. Что касается нашего центра, то опухоли прямой кишки, нейроэндокринной природы, делаются трансональные сечения. Мы не практикуем резекции прямой кишки при опухолях. Если возможные сечения, мы иссякаем. В общем-то, я тоже, безусловно, поддерживаю такую позицию. Более того, могу сказать, что среди той не очень большой группы пациентов, больных нейроэндокринной опухоли прямой кишки, в нашей когорте не встречались опухоли больше двух сантиметров. И, безусловно, здесь необходим дифференцированный подход и оценка пациента в целом, а не размеров опухоли. И, безусловно, если есть подозрения на наличие инвазии в признаке инвазивного роста, почему бы не сделать галей ДОТАПЭД, когда это сейчас абсолютно доступный метод. Спасибо, коллеги. Еще есть вопросы? Илья Юрьевич, тогда у меня вопрос. Скажите, пожалуйста, достаточно часто к нам в центр, из других центров, направляются пациенты с выявленными нейроэндокринными опухолями, не функционирующими, которые имеют четко характеризованные характеристики по данным МСКТ для проведения морфологической верификации. Скажите, пожалуйста, насколько это обосновано до 2 см, не функционирующие, единичные, пациент обследован, нет подозрения о вторичности поражения, когда необходимо и когда... Лена Владимировна, спасибо. Значит, я так понимаю, речь идет о нейроэндокринных опухолях поджелудочной железы. Действительно, достаточно сложная локализация для морфологической верификации. Но, как мы видим, это по данным и собственным, по данным мировым, это наиболее опухоли, обладающие наиболее злокачественным течением. И для того, что и в то же время операции по поводу нейроэндокринных опухолей поджелудочной железы обладают достаточно высоким уровнем осложнений. Поэтому здесь мы балансируем на достаточно хрупком канате, скажем, когда не сделать операцию, причиной которой может быть тяжелое осложнение, и оставить пациента под наблюдением или сделать операцию. В некоторых случаях, особенно при центральном расположении нейроэндокринной опухоли поджелудочной железы, речь идет либо о дистальной субтотальной резекции, либо у панкреата дуоденальной резекции. В данном случае при отсутствии доступа трассы для цитологической верификации мы можем сейчас, благодаря наличию этого метода, отправить пациента на сканирование галлий ДОТАПЭТ, который может нам ответить на вопрос лишь о том, высоко ли это дифференцированная опухоль нейроэндокринная или нет. Но это не ответит на вопрос о аберрантной селезенке, метастази светлоклеточного рака, солидной псевдопопиллярной опухоли, которая, возможно, с точки зрения каких-то морфологических корритерий даже немного нейроэндокринная и так далее. Да, мы или, допустим, благодаря вашему опыту и опыту центра мы можем хорошо дифференцировать боковой тип IPNM от нейроэндокринной опухоли. Но вот в данном случае нам желательно иметь как можно больше данных с тем, чтобы принять взвешенное и адекватное решение. Ольга Александровна, а в вашем центре, скажите, пожалуйста, верификация проводится обязательно? Да, у нас работа в центре ведется без верификации, никаких оперативных вмешательств не делается, и поэтому всегда всем пациентам, даже если опухоль 1-2 см поджелудочной железе, делается эндосонография с биопсией опухоли обязательно. Спасибо. И еще один вопрос. В начале вашего доклада и к вопросу к Ольге Александровне речь пошла о гастроэнтерологах. Действительно, наш центр многодисциплинарный, мы работаем в содружестве с хирургами, с гастроэнтерологами, эндоскопистами. Скажите, пожалуйста, роль гастроэнтеролога, именно вот онколога, где та грань, когда есть место для курации гастроэнтерологом, а где, в общем-то, уже только онколог? На мой взгляд, роль гастроэнтеролога невозможно ни недооценить, ни переоценить введение пациентов больных нейроэндокринными опухолями желудочно-кишечного тракта. Потому как тот, допустим, даже дифференциальный ряд на слайде про хромогранина, где нейроэндокринные опухоли составляют где-то процентов 6, а гастроэнтерологические заболевания процентов 76, нейроэнтеролог говорит сам за себя. И не исключено, что у пациента с некой нефункционирующей опухолью, сантиметровой в поджелудочной железе, нет трех-четырех гастроэнтерологических патологий из того списка, о котором мы говорим. И, возможно, в ходе такой работы можно даже найти какие-то те самые корреляции между возникновениями и нейроэндокринных опухолей, и гастроэнтерологической патологии. Поэтому, мне кажется, роль гастроэнтеролога особенно введение неоперированных пациентов практически ведущих. Спасибо большое. Переходим к следующему докладу. И Александр Александрович будет докладывать и за себя, и за следующего докладчика, поскольку Агапов Михаил Юрьевич не смог присутствовать у нас на заседании. Пожалуйста, Александр Александрович. Спасибо большое, коллеги. У меня сегодня такая была задача, попросили какие-то вбросить такие темы для дискуссии в большей степени. Поэтому медицинский доклад, это несколько пациентов, которых я покажу. И если можно, начнем с первого. Сегодня все эти локализации обсуждались. То есть об удалении... Нет, если можно, другую презентацию поставить сейчас. Спасибо. Поставьте презентацию, пожалуйста. Не фильм. Собственно, говорилось и о нерендохринхоплере большого додольного соска. Не очень частая история такая. Это наш личный опыт. Сюда не будет? Выберем. Ну, собственно говоря, 48 лет больному. Неспецифические были у него жалобы. В течение одного года какой-то дискомфорт, давящее ощущение вероятных отделов живота. При выполнении УЗИ у пациента были обнаружены расширенные протоки холедок и проток панкреатический. Вот такая вот картина у нас была на МРХПГ. Обратите внимание, оба протока достаточно широкие. При этом совершенно нормальная билирубин и не были повышены ферменты желудочной железы. То есть при том, что протоки блюдачно широкие, это никак не влияло на их изменения. Ну, вот такая картина на МРХПГ достаточно интересная. Обратите внимание. Показать. Да. Ну, вот там виден просветный ансперсной кишки. Вот это выступающее образование не очень хорошо. А, не видно, да, меня здесь совсем не показывает. Значит, и вот мы видим Септу. И, собственно говоря, там два протока. Это панкреатический, он ниже находится, и холедок он находится выше. Такое значительное расширение. Вот. В общем-то, панцерен он поступал с диагнозом киста. Киста в проекции БДС, какая-то непонятная этиология. Ну, в общем, диагноз кисты мы сняли. Да, на УЗИ было видно небольшое, очень небольшое образование. Вот в самой ампуле, практически в УСТИ. Вот эта вот схема того, как это выглядит на НДУЗИ, там красная стрелочка, это просветный ансперсной кишки. Соответственно, белый – это панкреатический проток, а желтый – это холедок. Вот, это конверсный датчик. Ну, и, соответственно, было предоставлено решение об удалении. Вот так выглядит УСТИ. В принципе, биопсию брать особо неоткуда здесь. То есть нормальный, малоизмененный само УСТИ БДС значительно увеличенная складка. Вот мы выполняем инъекцию. Мы практически всегда выполняем инъекцию, что касается удаления ДНОМ, 12-большого дунального соска. Вот так вот выполняется инъекция. Обратите внимание, соскочила петля. То есть первый раз при удалении была снята только, по сути, слизистая оболочка. После этого мы уже накладываем на всю ампулу вместе с протоками и отрезаем. То есть, по сути, стандартная ампулактомия, но нестандартный результат. Сейчас я о нём расскажу. Вот такие протоки. Обратите внимание, какие гипертрофированные мощные протоки. Было опасение, что после операции может возить на третёк желтуха, поэтому рассекли мы проток. Что-то у нас зависло. Она висит или… Висит, да? Значит, рассекли мы ещё немножечко. Но можно просто из видео запустить его тогда, если там есть. Вот, собственно говоря, сейчас промотаем. Собственно говоря, рассекли холедок. Стенд решили не ставить, потому что желчная декала хорошо. На этом фоне у пациента не было никаких проблем клинических. И сейчас будет удаление ещё раз. После этого, собственно, осталось только получить гистологию, которую мы получили. Это была очень небольшого размера, буквально несколько миллиметров. Нейрондокринная опухоль. Самое главное – сразу извлечь препарат, что и делается. Потому что после удаления, как правило, возникает активное сокращение ДПК. Вчера это обсуждали на конференции, и опухоль очень часто мигрирует вниз по кишке, поэтому сразу хватаем. Видимо, надо идти дальше. Что-то в этом месте именно висит. Второй раз. Давайте пойдём дальше. Значит, вот так вот выглядит эта опухоль. Обратите внимание, это вид изнутри соска, то есть это протоки. Больше это холедов, меньше это вирусунгов. Протоки значительно расширены. Гистологию из этих протоков мы брали. Там никакого злокачественного роста и опухолевого роста не подтвердилось. То есть это просто такая гипертрофия на фоне длительно существующей гипертензии. Ну и, собственно, вот такое заключение. Видите, КРА-67 – 3-4%. И сосудистой инвазии выявлено не было. Пациент был обследован. Выполнялся ему, собственно, весь спектр того, о чём мы сегодня говорили, хирургами. И сейчас он наблюдается. Это не так давно произошло, поэтому, в общем-то, наблюдения пока не сильно отдалённые у нас. Но несколько месяцев уже имеем. Пациент живёт и чувствует себя нормально. Приходил на контроль. Вот, собственно говоря, первый пациент, которого я хотел показать. Если есть какие-то интересные предложения, давайте обсудим. Может быть, что-то надо было сделать по-другому. Может быть, этого недостаточно для лечения такого пациента. Можно вопросы? Нейроэндокринные опухоли большого двумального сайта считаются более злокачественными по сравнению с нейроэндокринными опухолями желудка. И даже чуть более злокачественными, чем опухоли поджелудочной железы. Но их очень мало. Компьютерную томографию, я думаю, безусловно, выполняли и исследовали, прицельно ли, исследовали ли лимфоузлы ауртковального? Лимфоузлы, несомненно, смотрели. Естественно, подозрений нейроэндокринного характера опухоли до операции не было. То есть мы шли на какую-то аденому стандартную. Это всё возникло после операции. Поэтому всё, о чём вы говорили, то есть дополнительное обследование на нейроэндокринной опухоли, оно может производиться только после операции, но и, соответственно, наблюдения. Всё это сделать нативно было невозможно. Такая вот коварная ситуация достаточно оказалась. Когда определить, в общем, даже гистологию было никак нельзя, потому что сама опухоль, я говорю, на 3 мм была буквально. Но она вот сценаризировала устья. И коварная опухоль, в общем-то, тоже. Ну, всё закончилось хорошо, и, я говорю, пациента наблюдаем. Надеюсь, что всё удалено радикально. Вот. И, собственно, если двигаемся дальше, да, второй пациент, здесь у меня просто это видео полностенной операции, тоже интересный пациент, разговор о двухсантиметровых опухолях желудка подслизистых. Если можно, в начало отмотать ещё немножечко этот фильм. В самое начало его. Молодой человек, такая, два сантиметра, в общем, пограничный размер, может подлежать и наблюдению, и удалению. Значит, мы решили удалять. Это антральный отдел, достаточно крупная оказалась опухоль. То есть, по эндовозе мы видели, что она, в общем-то, прорастает мышцу, да, но не было понятно, вот этот компонент её, который выходил за пределы желудка, он был чётко нам непонятен до конца. Она прорастала сирозу, как выяснилось потом. Это, собственно, вариант эндоскопического полностенного в данном случае удаления, хотя можно было здесь подискутировать. Может быть, здесь можно было сделать туннельную операцию эндоскопическую также. Так как слизистая оболочка была интактна, можно было сохранить её и сделать туннель. Но это уже практически мы заканчиваем удаление. Два сантиметра биопсию мы, естественно, предварительно, но не естественно, не брали. Мы, как правило, в своём центре этого не делаем, мы пункции таких образований не делаем. Если мы решаем их оперировать, мы их оперируем. То есть, если наблюдение, там уже другой вопрос, тогда можно, конечно, поговорить и о цитологии. Но в данном случае выполняется, по сути, лапароскопия уже. Эти образования не очень удобные. Видите, достаточно, ну, скажем, для эндоскопии выраженная кровопотеря, там порядка 300 мл было животное, нам пришлось всё это посушить. Но никакого криминала в этом, собственно говоря, нет. И дальше, после удаления и излечения этой опухоли, мы закрываем дефект клипсовая веска. Это, по-моему, повтор пошёл, да, уже. Вот, собственно говоря, вот в этом конкретном случае, можно выключать, спасибо, там уже пошёл повтор. В этом конкретном случае это G2-опухоль, нейрондокринная, с микроэмболами в кровеносных сосудах. То есть, этот пациент, учитывая его молодой возраст, по-моему, если он 28 лет, то есть, этот пациент, конечно, прогностически совершенно другой. Ну вот, такой метод позволил нам в течение полутора часов получить полноценный гистологический, иммуногистохимический результат в последующем и, в общем-то, удалить первичный опухоль. Ну вот, к сожалению, пациент от любого другого лечения отказался и наблюдаться у нас перестал. То есть, он молодой парень, он просто уехал куда-то и сказал, что ничего делать не будет. К сожалению, вот такая история. Но что можно было сделать по-другому в этой ситуации? Мы не назначили ничего, потому что я гранд попрощался к нам и уехал. Это к разговору о наблюдениях за двухсантиметровыми образованиями желудка. То есть, размер-то, в общем, такой, то есть, как бы, вроде бы, можно и понаблюдать было, оставить его. Это же речь о поджелудочности. Да. Нет, нет, почему? Про наблюдение, ну, кто может это в качестве, да? Нет, нет, это не про нейроэндокринный. Мы же не знали, что это нейроэндокринный. Про нейроэндокринный. Нет. Про наблюдение два сантиметра опухоли шла речь, а вы, извините, совсем сказал, сам не сделала. Дело в том, что про наблюдение на образование двухсантиметровых шла речь именно о поджелудочной железе, не о желудке. Нет, нет. В данной ситуации предварительно было подозрение о нейроэндокринной опухоли или всё-таки, как обычно, шли на леомиому? Ну, мы думали, что это или эстромальная опухоль или леоми, собственно говоря. То есть не было подозрения такого в том-то, собственно говоря, разговора, что два сантиметра, если мы говорим о последствиях опухоли желудка, то это пограничный размер. То есть тут решается или наблюдать, или удалять. То есть если меньше, то, в общем-то, наблюдать вполне можем себе по всем рекомендациям. Просто если это выявилось в последующем и как случайная находка, то тактика, ну, это сейчас Илья Юрьевич, наверное, скажет, что было бы у нас. Я догадываюсь, какая она была бы, но пускай лучше он прокомментирует. Просто дело в том, что изначально, если в такой ситуации по данным компьютерной томографии было бы достаточно странно, что двухсантиметровая нейроэндокринная опухоль на КТ не вела себя, как нейроэндокринная опухоль, это, ну, мягко говоря, странно, да, соответственно, а если бы заранее диагностировали, что есть подозрение, что это всё-таки не ГИСО, не леомиома, а нейроэндокринная опухоль, то, конечно, такое удаление не пошли, потому что это заведомо понимает, что происходит она из более, выше лежащих слоёв, соответственно, в мышцу это уже непосредственно инвазия, да, то есть, поэтому, конечно, такое вмешательство бы не выполняли. Всё абсолютно правильно. Александр Александрович, а вы скажите, пожалуйста, вот это второй случай клинический, там заведомо вышли на full resection, да, как бы, то есть вы знали, что придётся скрывать полностью, да, выходить брюшную полость, если да, то не рассматривается вопрос о лапроскопической парциальной резекции желудка? Ну, знаете, это хороший, на самом деле, вопрос для дискуссии очень. Китайцы так говорят, обычно их спрашивают, а почему вот вы там делаете эндоскопический, это можно сделать лапроскопический, может быть, даже быстрее, безопаснее, вот профессор Джо, там всем известный, наверное, да, он говорит обычно, ну, мы же хотим сами всё сделать. То есть у него такой ответ. То есть понятно, что существует масса способов, там, если передняя стенка лапроскопически однозначно удобнее, ну, здесь, собственно, была передняя стенка, по сути, да, выше сальника было всё это. Если задняя стенка, там, или это находится в сальнике, то, может быть, здесь вариант эндоскопического как раз будет более правильный. Вот, тут надо всегда рассматривать, ну, в данном случае просто по разным причинам иногда принимается решение об эндоскопической резекции. Иногда сейчас, на самом деле, то есть опыт уже определённый есть, там, порядка 30-35 человек. Мы понимаем, что полностенная резекция – это сложная процедура, которая, ну, не всегда в руках эндоскописта, может случиться что угодно, и тяжёлое кровотечение, там, да, и пациенту может стать хуже, там, и карбоксиперитонем выраженный, который нужно тоже разрешать. Вот, поэтому иногда в такой ситуации мы просим хирургу изначально помочь. Понимаю, что нам будет сложно. Просто я так понимаю, что ведь возможности клипсовеска, они не безграничны, мы там не очень большой дефект можем укрыть. И в случае у параскопической резекции мы изначально можем просто дальше уйти от опухоли в неограниченное, скажем, на неограниченное расстояние, и как бы полнота резекции будет обеспечена в большей степени. Не только вот из-за того, что вот хочется самим, но и как бы клиническая такая, знаете, вот составляющая тоже существует, онкологическая. Ну, полнота резекции, понимаете, то есть говорить о том, что последствия образования надо как бы, если говорить не только о нерандокринных, да, то есть если говорить в принципе о последствиях образования, то есть локального удаления здесь достаточно. Самое главное это моноблочное удаление из капсулы, да, ну, то есть там отступая какой-то в пределах здоровых тканей, и, собственно, поэтому вылучивание этих образований не производится, а производится именно такая вот резекция с отступом, визуальным отступом эндоскопически от опухоли самой. Что, кстати, вот китайцы практикуют, они очень часто прямо по опухоли идут, то есть вот прямо по ней соскальзывают ножом. И это вот, на мой взгляд, вот это как раз вот вариант, когда возможны рецидивы, потом повреждение капсулы и всё что угодно. У вас есть какой-то диффузный рост, как бы казался немножко опухоли, такой чёткой капсулы, вот я просто не видел, честно, на этом сюжете. Ну, она действительно, может быть, была не очень чёткой, то есть это осталось сквозь мышцу, и мы вот его из мышцы её уделяли, но повреждения её не было, поэтому это не диффузный рост, то есть там всё это видели. Вот, собственно, ну понятно, что лимиромы там, они видны лучше, допустим, там с нормальной опухоли хуже. Есть очень принципиальный момент, на самом деле, да, это размеры, конечно, понятно, что если бы мы знали, что это не рандокрин, на два сантиметра мы на отпуск не пошли, потому что, ну, это не нужно было делать, да, то есть это и правильнее, и лучше было бы сделать хирургически, вот, в такой ситуации. Но по поводу лимфоузлов тоже вот есть вопросы, на самом деле, нужна ли лимфодисекция, да, и сейчас появились возможности, там, сигнальные, забор сигнальных лимфатических узлов, да, интероперационно, прямо. Ну, вот мы только начинаем эти методики всё использовать, вот, Олег Борисович больше опыта в этом плане, нейронодокринные опухоли не делали, да? Ну, вот мы сделали, у нас был первый случай, мы сделали, у нас абсолютно чистые были лимфоузлы, все сигнальные, то есть никаких проблем там не было, что, собственно, позволило тоже, ну, другой пациент позволил локально удалить эту опухолу. Мы один раз всего делали нейронодокринные опухоли сигнальными узлами, когда по КТ дали метод статистического поражения узлов. Мы засомневались клинически, что молодая женщина, корсеномия первого типа, хотя он достаточно крупный был, и тогда мы как бы, ну, а там вопрос стоял гастроктомия, грубо говоря, да, либо дископическое удаление, поэтому мы пошли вот на варианты с сигнальными узлами, они были чистые, всю эту группу забрали, сейчас я не помню, какая это была группа, там, по-моему, третья, но, в общем, забрали всю-всюю группу, и там они казались чистые, гиперплазированные, просто лимфоузлы без метастазов, поэтому как бы была органосохраняющая операция. Я вот в комментариях, я себе позволю не согласиться прям со всеми, вот сначала с Ивана Юрьевича начну. Я, как бы, ну, по мне данный объем операции, он вполне себе адекватен. Опухоль удалена? Да. В пределах здоровых тканей, условно, да. Почему бы было не пойти на такой вариант? Он сложный, он, ну, скажем так, он выходит за рамки традиционной хирургии, но, с другой стороны, опять-таки, отвечая с вами, дискутируя на тему лапароскопии, это близко к привратнику, да? Это практически привратник. Что бы сделал хирург? Резекцию. Две трети сделал бы. Он бы не стал делать парциальную рядом с привратником, там не отступить. Границы хирургические стрессерозы были бы не видны. Ну, можно светить эндоскопом, конечно, но говорить о надежном отступе в сторону эндоскоперсной не получится. Поэтому здесь была бы выполнена резекция, это совершенно другое качество жизни, другие риски. Это не парциальная была бы резекция. Поэтому я считаю, что такой путь, наоборот, это оптимально для данного пациента. Да, его судьба дальнейшая неизвестна в плане прогрессирования заболевания. Вполне возможно, раз были эмблы, риск очень велик. Но в плане удаления первичной опухоли, я считаю, что этот объем был самый оптимальный для этого пациента, с моей точки зрения, по крайней мере. И говорить о том, что если бы мы знали, что это не эндокринные, 20 см мы не пошли. Но я вот здесь готов тоже поспорить. Я понимаю сомнения, но в целом я бы как раз таки считаю, что я при отсутствии метастазов, по крайней мере данных за поражение лимфоузлов, потому что лимфодиссекция не показана. Не показана. При отсутствии данных получиводиагностики поражения узлов. Поэтому локальные сечения. Это было сделано, по сути дела. Единственный у меня вопрос к автору этого видео. Если вы думали, что это образование... Вы думали изначально, рабочий диагноз, что это было образование мышечного слоя, правильно? Да. А почему тогда пошли на полностенку, а не спинули? Это, я говорю, что я это обсудил, что, конечно, в данном случае было бы, наверное, не наверное, а 100% было бы безопаснее делать туннель. Она бы не получилась, я думаю. Всё-таки это образование суппатериальное по природе своей. То есть вы бы не отслоились. Но доступ для меня не очевиден. Если вы думали, что это мышца, почему сразу на полностенку пошли? Ну, вот было принято такое решение. На самом деле спорно. Я говорю, что у меня, если честно, просто хорошего видео с туннелем, нерандокринной опухоли последствий у меня нет. То есть туннелей много, но вот с нерандокринной, поэтому хотелось показать именно то, что мы, собственно, сегодня обсуждаем. Да, поэтому туннелей много, но они вот по поводу жестов делаются в желудке. Действительно, в этой ситуации, особенно учитывая, что опухоль не просто была рядом с приватником, а частично пришлось мышцу приватника вырубить. То есть там было видно, какой мощный массив мышечный был. То есть в этой ситуации и хирурги, скорее всего, бы, да, они бы сделали эрекцию, потому что там на приватнике работать шивающим аппаратом, было бы крайне неудобно. Может быть, если только вручную бы они там отстригли. Ножницы. Да, ножницы, а потом уши, да. Ну, по типу пилопластики сделать такой вариант. Вопрос, если уйти из плоскости, как я могу и как я делаю, к плоскости методологии все-таки. На Ваш взгляд, к какому типу нейроэндокринной опухоли желудка относится это образование? Раз. И был ли онкологический консилиум по этому пациенту? Онкологический консилиум был. У нас проводится по всем пациентам онкологический консилиум. В общем, достаточно сильно все это устроено. И было принято решение, как раз, о локальном удалении на нем. Еще второй вопрос. К какому типу нейроэндокринных опухолей? Ну, не к первому типу. Значит, к третьему. Значит, это не радикально. Ну, вероятно, так. А если не проверяли? Не проверяли. Олегович, не было у нас таких данных. Я говорю, то есть... Да, ну вот два пациента у нас, которые, я говорю, вот нейроэндокринные опухоли, были диагнозы были установлены только после удаления. То есть два таких случая спорных. Просто если говорить о конкретных, скажем так, методах удаления, то, конечно, сейчас желудки появились в массу способов. И туннельный он предпочтительный в этой ситуации. Наверное, мы смогли бы отсечься и от слизистого... Ну, смогли бы, скорее всего. Хотя, конечно, вот когда морфологу приносится препарат в виде последистой опухоли, слизистой сверху и сирозы снизу, то это, конечно, идеальный вариант. Да, то есть тогда, конечно, душа поет у них. Конечно, когда это вот вариант просто саму вот последистой опухоли в капсуле, без остальных, то есть это все равно менее, мне кажется, менее интересно. А что касается еще, извините, если вот одно слово буквально по поводу полностенных удалений трансэректа... Я так понимаю, что трансэректально у вас удаляют опухоли хирурги вместе с клетчаткой. Но вы видите, тоже там, собственно, никакой доказательной базы о том, что это лучше, чем диссекция, нет. То есть абсолютно то же самое, только с большим процентом осложнений. Мало этих опухолей, толстой кишки и прямой кишки, поэтому составит какое-то заключение такое, которое базировалось бы на хорошем фундаменте вещества в мире, в принципе. Ну, хирурги просто объясняют это тем, что вот так радикальнее. То есть вот что сейчас они возьмут побольше клетчатки и все, сразу станет понятно. Ведь это не так, особенно в прямой кишке. Об опухолях прямой кишки мы знаем еще меньше, чем об опухолях желудка. Об опухолях желудка мы знаем далеко не все. Разрешите, я добавлю свой комментарий. Вот дискуссии очень интересные и полезные. Огромное спасибо за такой случай. Но мне кажется, все бы проблемы разрешились, если бы вы сделали эндосонографию и взяли бы биопсию опухоли. И тогда не было бы дискуссии ляпроскопические, эндоскопические, как было бы радикально и так далее. Поэтому к вопросу о верификации диагноза перед операцией. Я считаю, что все-таки это целесообразнее делать. Хорошо. То есть вы всем пациентам с последствием образованиями желудка проводите пункцию? Совершенно верно. Ну, понимаете, мы пришли просто, во-первых, к тому, что я, честно сказать, не очень понимаю, кто за это будет платить, вот у нас конкретно, в нашей ситуации. То есть за иглу платить некому. Никаких квот на это нет, на диагностику этих образований. Поэтому все падает на плечи пациента. Это дорого. Вы же знаете стоимость иглы сейчас. У нас все оплачивает онкологический научный центр. Пациента не платят. Прекрасно. Нет, ну, поэтому, собственно, вот мы для себя приняли решение, что практически во всех ситуациях, может быть, исключая как раз вот эту, если вернуться назад, практически во всех ситуациях локальное удаление, оно получается по стоимости, сопостроимо с диагностикой. Естественно, ЭОС всем пациентам проводится. Мы всегда прицеливаемся, мы смотрим, что пациент с последствием пошел на удаление без оценки эндоскопической, такого у нас не бывает. Понятно, что в большинстве случаев это формальность, потому что мы видим, что растет у четвертого слоя, и все, собственно говоря. То есть больше мы никакой информации дополнительно не получаем. Но иногда, как в этом случае, можно, допустим, увидеть, что это образование, оно контактирует с сирозой и изменяет ее наружную оболочку, допустим. Но ведь кроме ЭОС биопсии мы можем сделать открытую биопсию, мы можем разрежить слизистую, взять из глубоких слоев образование биопсию и зашить клипсами. Это тоже возможно. Тогда не нужно даже иголок, которые достаточно дорогие. Это понятно, да. Но в такой ситуации вы, скорее всего, повреждаете капсулу этой опухоли. Допустим, если мы говорим АГИСО, то АГИСО с поврежденной капсулой, она считается условно метастатической опухолью. Есть такие разговоры. Поэтому мне кажется, что повреждать капсулу до удаления неправильно. Удаляем, а потом смотрим. То есть в большинстве случаев, просто это в 95% случаев, это будет и радикально, и окончательно, по сути, в плане хирургии. – Можно я в продолжении дискуссии просто скажу свою позицию, что если бы мы говорили про биопсию подслизистых образований в целом, я бы сказал так, что если это стоит 100 рублей, я только за. Но при той стоимости, то, что поддерживается, на самом начале реальной стоимости, которая, по сути, либо за счет учреждения, что нерентабельно абсолютно, либо это за счет пациента, что очень дорого, мы все-таки воздерживаемся от этого вмешательства. Причем, ну как сказать, я понимаю, что один случай, это всего лишь случай, но я знаю один случай летального схода после биопсии подслизистых образований в Петербурге. Есть такой факт. Это было ГИСО, проплантировали, потом кровотечение, перфорация, нагноение, гастроктомия и так далее. И по цепочке пациентка погибла. То есть нельзя сказать, что это абсолютно безопасно и при этом дорого. Поэтому в среднем мы не плантируем. Но, в первую очередь, по экономическим причинам, конечно, безусловно. Единственное, я тут абсолютно подвижу Ивану Юрьевичу, что у меня очень много вопросов к вашему лучшему диагносту. Если ДКТ делалось с контрастом, как можно было не определить, что это нерендокринная опухоль? Это самое простое, что может быть, мне кажется, на практике ДКТ-диагностики. 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 Потому что при химиотерапии иногда опухоль вообще исчезает. У нас много таких случаев, и у нас много исследований, и необязательно даже делать хирургическое лечение. Поэтому я немножко не понимаю. Вот экономическая составляющая, безусловно, доминирует сейчас в нашем обществе, но надо все-таки оставаться в первую очередь врачами и думать в пользу больного. А уже каким способом добиваться верификации диагноза, это уже нужно думать. Ведь удаление единым блоком образования это тоже верификация диагноза. Нет, безусловно. Я имею в виду про нейроэндокринную. Хорошо у вас нейроэндокринная. А если бы это была гистопухоль, но это уже немножко вообще в другую тему уходит, то тогда вообще тактика поменялась бы. Вы же не могли сказать точно, что это нейроэндокринная или гистопухоль? Я не мог. Но гист размеры какие были? Два сантиметра. Гист два сантиметра вообще не обязательно подлежит удаление. Наблюдение даст возможные пункции, если он не удаляется. Поэтому здесь опять-таки я не думаю, что тактика бы поменялась. Но если бы патрилигист, можно было обсуждать, но скорее всего будут наблюдения. Нет, ну там они же так и тактуют. Если 2 сантиметра и больше, то мы либо удаляем, либо тогда уже наблюдаем и пунктируем. Давайте гистер оставим, а то сейчас у нас уже начнется совершенно другая тематика нашего круглого стола. Я думаю, что мы как-нибудь это организуем и продискутируем по этому поводу. А вам огромное спасибо за ваш доклад. Спасибо. Кто-то хотел бы... Да, пожалуйста, Роман Валентинович. Я комментирую. Я хочу поддержать Алиса Анатольевича, сказать, что действительно в данном случае эту операцию можно рассматривать, ну, как мы считаем, условно не радикальную, да, можно рассматривать как вариант взятия биопсии, и никто не мешает этому больному выполнить тот объем, который мы считаем нужным. И, собственно говоря, это помогает избежать большого количества тонкоигольных пункций. Мы их тоже не выполняем у больных с непетляльными образованиями и с неэндокринными опухолями. И в тех случаях, когда мы понимаем, что это послужило причиной ошибки, в таком случае мы просто этих больных рассматриваем как пациенты с расширенной биопсией и дальше уже следуем тактики дальнейшие. Ну, надо было тогда просто еще КТ показать и данные эндосонографии, и тогда бы, наверное, дискуссия приобрела смысл. Да, пожалуйста. Спасибо. Такой вопрос насчет тонкоигольных пункций. Скажите, пожалуйста, а в каком проценте случаев с первой пункции вы получаете верификацию? И как часто требуются повторные, а иногда и третий раз пункции? Спасибо. Что касательно неэпитериальных образований, мы берем 19 гетч иглы или прокоровские иглы, и у нас практически стопроцентные. Ну, редко, когда мы не попадаем. Безусловно, с поджелудочной это не так обстоит, это совершенно другая полемика, но с неэпитериальными опухолями желудка проблем нет. Пунктируете опухоль любого размера? Нет, ну, безусловно, конечно, там 5 миллиметров и сантиметра мы пунктировать не будем, но тогда, когда мы делаем эндосонографию и видим, что есть инвазия мышечного слоя, если начинает говориться о дифференциальной диагностике между гистопухолями, нейроэндокрином и опухолем, системной терапией разные, все разные, то тогда, безусловно, мы пунктируем. Сложно понять, допустим, это инвазия в мышцу или это опухоль из мышечного слоя растущая, то есть, вот это тоже такой вопрос, на который не всегда удается ответить. Просто сейчас еще к вопросу, в принципе, о последистых опухолях просто стало очень много, то есть, центры, которые этим стали заниматься, вот я думаю, что Олег Борисович, то есть, они, в общем, на каждом день бывают, каждый день, иногда и не по одному разу, и, конечно, функтировать их все, это тоже, ну, это серьезная такая задача, очень и финансовая, и нагрузка на персонал, все равно это операция, маленькая, но манипуляция, и, как бы, действительно, у нее могут быть какие-то осложнения. Нет, дискуссии-то хорошие, прекрасные и правильные. Я просто, наверное, изначально онкологом стала, и поэтому меня так научили, да, нас Михаил Иванович Давыдов так научил, что мы не можем подойти к пациенту без верификации диагноза. Сейчас онкологами стали практически все, и поэтому, безусловно, в практике гастроэнтеролога онкологии меньше. К нам уже отобранный контингент приходит, и мы всегда настороженно ко всему относимся. Поэтому и ваш подход имеет место быть, и наш подход имеет место быть. Поэтому всегда надо дифференцированно подходить в каждом конкретном случае. Спасибо. Спасибо. Спасибо, коллеги. Ну, я думаю, есть еще вопросы? Да? Нет? У нас получилась очень интересная дискуссия, которая немножечко перешла границы и перешагнула другую тему. Это свидетельствует о том, что у нас есть еще повод поговорить, продолжить разговоры. Тема нейроэндокринных опухолей, она действительно неисчерпаемая. Я думаю, что нам будет повод еще обсудить свои результаты, поговорить о возможностях. И, конечно, очень интересная и перспективная в плане обсуждений тема неэпиталиальных опухолей. Там, где возникает Ольга Александровна, присутствует, там всегда возникает вот такая полемика. Это уже не первый раз случается. Поэтому я думаю, что в будущем мы обязательно эту тему очень подробно обсудим. Спасибо большое за участие, за активность. Спасибо. 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 Спасибо.